Кусвилл сначала сделала вот такую, как это сказать, социальную рекламу, или как это можно назвать? Да нет, это не просто сделали рекламу, в которой, в отличие от классического изображения идеальной семьи на рекламном условном баннере, они вложили это в своем инстаграме, была, как бы сказать, ЛГБТ-семья с двумя мамами, или как это точнее описать. Ну, меня с женщинами предполагают, что эти две женщины состоят в каком-то любовном союзе. Ну, в общем, одна из, просто одна из категорий, да, покупателей, которые приходят в Кусвилл. И вот, в общем, продержалась эта реклама недолго, спустя 4 дня ее удалили. Ну, 4 дня, между прочим, не так уж и не долго, на самом деле. Не так уж и не долго, почти неделю продержался. И потом, правда, компания Кусвилл извинилась в лучших традициях Рамзана Кадырова и сказала, что это все нерадивые сотрудники, все свалили на них. Будут дополнительные проверки, будем дополнительные проверки. И, кстати, были недовольны не только наши покупатели, большая часть, а еще и сами сотрудники Кусвилл тоже были негодовали. Сотрудники и поставщики, что меня впечатлило. Решили эту рекламу удалить, заменить картинки. Но, конечно, кейс очень странный, потому что сначала вкусвилл все это во время месяца прайда поддерживал, и даже появлялись какие-то радужные картинки у них в соцсетях, а тут бац, и видимо, кто-то там может быть сверху. Может быть кто-то сверху, но позволь мне высказать свое мнение. Я против отмены cancel culture в отношении вкусвилла по одной простой причине. Вкусвилл все равно останется в истории российского маркетинга как те, кто попробовал. Попробовал и первые сделали. С другой стороны, они могут остаться в истории таким сигналом, что другие пробовать не будут. Не знаю. Я считаю, что они молодцы, что они попробовали. Я, собственно, прочитала этих извинений, и там тоже было сказано, что меня тоже впечатлили читатели, сотрудники и поставщики. То есть я подумала, что, может быть, если они приняли, что они могут потерять какой-то процент продаж, окей, но, видимо, какие-то поставщики сказали, мы больше вам поставлять не будем. И поэтому я делала, что отказ и покупательской способности и как бы эта вся организационная поставка продуктов может быть действительно губительна для сети вкусвилл. Ну, в итоге, короче, вкусвилл послушался условно аудиторию телеграм-канала «Иван Чай», который был у меня вчера, кстати, в новостном эфире. Это, конечно, я удивился, что существуют такие люди, «Иван Чай». Но мы сейчас поговорим с другими. С нами на связи Карен Шинян, журналист, автор YouTube-канала «Straight Talk with Gay People». Карен, привет, доброе утро. Привет, Карен. Привет, Денис. Да, доброе утро. Доброе утро. Вот ты сегодня или вчера тоже отреагировал в Фейсбуке, в соцсетях активно на эту историю. Расскажи, пожалуйста, для наших зрителей свою позицию. Вот в чем тут кейс? Конечно же, это какая-то лакома своя бумажка. Это не просто случай вкусвилла отдельной. Это, конечно же, показывает настроение в нашем обществе. Слушай, я читал комментарии там. Для меня лично это очень простая схема. Мы спорили с коллегами вчера. Кто-то говорил то же самое, что они стали первыми в истории. И что, очевидно, это страх с их стороны. Но это только моя позиция. Мы не знаем, что думает по этому поводу Денис. Вот так и не высказался, между прочим. Я пока промолчал. Ну да, ну вот, мол, если люди боятся, то их нельзя за это наказывать. Их надо сочувствовать и так далее. Но мне кажется, это на самом деле гораздо проще. Они сделали рекламную кампанию, которая направлена на УГБТК людей. И те им поверили. Стали лояльнее. Начали шерить. В общем, короче, все как зайки выступили. А потом они через три дня передумали. Говорят, что нет, все-таки мы, извините, погорячились. Все-таки мы зря начали говорить про вашу видимость. Давайте мы вас снова сделаем невидимыми. Удалим. Ну и так далее. И вообще, извините, пожалуйста, парни из мужского королевства. Государство. Мужского государства. Королевство. А мужского королевства, это крайне романтично. Кстати, мужского государства мы сегодня тоже еще обсудим. Короче говоря, в итоге, в общем, их желание, выступить в пользу одной целевой аудитории за счет другой, ну, как бы очевидно, отвращает первую аудиторию, которую они сначала показали, а потом удалили. Я почитал комментарии, и мне кажется, самое прекрасное в этом, то, что вот этот последний жест, когда они удалили все, он отвращает не только нас, просто геев и всех остальных, квир-людей, он отвращает вообще довольно широкую аудиторию людей, которым это вполне резонно кажется, ну, недостойным каким-то поступком и обманом ожиданий. Это правда. Потому что нельзя переобуваться с такой скоростью. И там огромное количество гетеросексуальных людей, которые просто считают, что это, ну, блин, неприличный поступок. Это правда. У меня вчера вся лента была заполнена, собственно, ровно такими сторис, что вкусвилла, отписываюсь, так любили, но прощайте. Я правильно понимаю, что ты тоже так считаешь, что отрицание и такой кэнсел вкусвилла – правильный шаг для… Байкот. Байкот, да, правильный шаг для повестки, для ее развития и для того, чтобы ЛГБТ-люди стали видимыми, более видимыми, что ли, я не знаю, как сказать точнее. Да, конечно, потому что, ну, это же маркетинг. Тут еще важно понимать, что они сделали реально не социальную рекламу, а коммерческую рекламу. Коммерческую, да, да. И они рассчитывали, что они добьются лояльности от определенной аудитории. И теперь каждый их шаг – это шаг в их бизнес-стратегии. И, очевидно, если они делают шаг, который тебе противен, не нужно как бы не замечать его, нужно реагировать на него. А также как бы ты отреагировал на какую-то маркетинговую компанию, которая тебе нравится и которая тебе близка. Ну, условно, они в одной компании говорят, что они поддерживают домашних животных и передают 10% фонды, поддерживающие борьбу с бездомными животными. А в следующей они говорят, что нет, надо срочно резать и убивать этих животных. Ну, понятно, да. Карен, а как ты считаешь, что должно произойти в России, я не знаю, да, чтобы лед тронулся, чтобы у нас не культура Иван-чая побеждала, а все-таки вот как в Грузии хотя бы, да, случались какие-то мирные шествия. Даже если это не полноценный прайд, да, но имеется в виду, хотя бы есть интенция. У нас даже об этом не говорить пока рано. Это очень просто. Нужно отменить закон о гей-пропаганде. Если ты спрашиваешь, что теоретически для этого нужно, для этого нужно просто поменять законодательную базу. Потому что, как показывают даже эта история со вкусовым и комментариями, у них огромная часть аудитории вообще-то относится по-человечески и толерантно к самым разным социальным группам. Другое дело, что есть те, кто очень доверчиво, наивно относится к тому, что внесется с телевизора про гей-пропаганду, про традиционные ценности. На самом деле традиционная ценность как раз она в обратном. В России, которая сложная, многонациональная, довольно огромная страна, как раз принятие самых разных людей – это вполне традиционная ценность. А вот этот закон, как вы знаете, его приняли в 2013 году, ну и так далее. Поэтому, мне кажется, что поменять законодательную базу, и все изменится прямо в тот же час. Карен, я являюсь большой поклонницей твоего YouTube-канала. И, извини, просто с утра подумала о том, как бы было здорово посмотреть интервью Карена Шейняна с семьей, которая снялась в этой рекламе. Мне кажется, была бы классная поддержка их в том числе. Да, это классная идея. Все, дарю. Спасибо большое, Карен. Да и мы бы поговорили с ней. Да-да-да, спасибо большое, Карен. Спасибо, Карен Шейнян. Карен Шейнян, да, автор YouTube-канала «Открытый разговор с веселыми людьми» Всем привет, это Тихон Зитко, главный редактор «Дождя». Спасибо, что смотрите «Дождь» на YouTube. Но «Дождь» — это намного больше, чем только наш YouTube-канал. Заходите на наш сайт, оформляйте подписку, и тогда вы получите доступ к огромному количеству программ. Программа «Политика. Прямая линия» — это аналитический разбор главных политических событий в России за ее пределами. «Деньги и деньги. Прямая линия» — программа «Дождь». Программа об экономике. Программа «Бикос» — о главных событиях и явлениях в культурной сфере. Программа «Харддайзнайт» — эксклюзивное интервью в студии телеканала «Дождь». Программа о психологии, лекции, документальные фильмы, интервью и многое-многое другое. Все это на нашем сайте tvrain.ru. Заходите туда, оформляйте подписку tvrain.ru slash подписка и оставайтесь с дождем.